Хэллоу, пацаны и девчоночки! Сегодня у меня на обзоре телефон Realme 8, новое поколение Realme 8. Давайте же посмотрим, что они приготовили нам в этот раз. Предлагается это все в стандартной, такой уже классической желтой коробке. Достаем наш Realme. В конверте все так же лежит чехол силиконовый, немножко затонированный. В отличие от других производителей, Realme немножко тонирует свои чехлы. Они потом со временем не так сильно желтеют, такие вот затонированные чехлы. То есть не просто прозрачный, а немножко с темным таким серым оттенком. Это хорошо. Огромный вырез под камеру. Сейчас я вам покажу, какая здесь камера. Также еще в конверте у нас есть документация и есть, конечно же, скрепка, чтобы открыть сим-лоток. Далее лежит сам телефон. Это Realme 8 базовый, обычный, версия не Pro, потому что есть еще версия Pro. Достаем телефон. Телефон упакован в такой вот пакетик. Распаковываем пакетик. Достаем саму мобилу. И вот что у нас здесь за мобилка. Мобилка в сером цвете. В сером цвете. Большой блок с камерами. Камеры симметрично располагаются. Четыре всего глазка. Глазки немножко выступают. Очень красивое оформление. Мне нравится реально это оформление. Все такое стеклянное, какое-то новомодное. Хай-тек. А-ля хай-тек, да. Написано, что 64 мегапикселя квад-камера. Четверная камера и основная из них на 64 мегапикселя. Здесь логотип. Да, он стал красивее, конечно, чем все предыдущие Realme. Он реально выглядит прикольно. Топово, бомбезно. Похоже на iPhone немножко оформлением вот этого блока камеры. Только у iPhone у топового три камеры, здесь четыре камеры. А у 12-го обычного там вообще две камеры. То есть прикольно смотрится. Ну и спереди все остальные плюсы, плюсы, плюшки. Экран 6,4 дюйма. Super AMOLED. То есть не IPS-матрица, а Super AMOLED. Процессор игровой Helio G95. Компания Realme часто ставит этот процессор. G90T и G95. Они уже много. Этот процессор где использовали, в каких телефонах. Аккумулятор на 5000 мА с быстрой зарядкой 30 Вт. Она идет в комплекте. Сейчас покажу. 64 мегапикселя AI квадрокамера и поддержка Android. Ну не знаю, зачем было писать поддержку Android. Это и так как бы по умолчанию понятно. Ну зачем-то вот написали. Типа как фишка, наверное, чтобы Android поддерживается. Это супер. Ладно. А не какая-нибудь там это. Ну ладно, не буду сейчас говорить. Так, смотрим, что у нас здесь. Под этой пленкой находится еще одна защитная пленка. Традиционно уже для телефонов Realme. Чтобы была какая-никакая защита. Телефон достаточно тоненький. Приятно лежит в руке. Не толстый. Не тяжелый. Боковая рамка сделана из матового пластика. А вот это покрытие похоже, похоже, что это настоящее стекло. Но нет, ребята, это оказывается пластик. Потому что во многих характеристиках указано, что это именно пластик. Но это очень похоже, походит на стекло. Не знаю, мне кажется, что это стекло. Но пишут пластик. Максимально похоже на стекло. Что я обратил внимание. Потому что странно. До этого все время пластиковые они были. Вот эти Realme. Ладно, что еще в комплекте? Ну, конечно же, зарядка быстрая. Не самая быстрая, которая есть сейчас на рынке. Но тоже неплохая. 30 ватт. Примерно в этом классе это норм. Dart Charge. Белого цвета. Такой вот большой блок. И кабель USB Type-C. Естественно, никакой microUSB в таком сегменте уже не присутствует. Можно сказать, что это не бюджетник. Это телефон средней ценовой категории. Он уже должен по-любому оснащен быть, конечно, современным разъемом USB Type-C. И здесь то же самое. Дальше. По геометрии. Вот этот вот торец, он как бы здесь не плоский, как у айфонов 12-х. Не закругленный, как у многих телефонов. А он здесь вогнутый, как будто вовнутрь. То есть я первый раз такое вижу. Смотрите, какой здесь торец. Он реально туда как бы утопленный. Прикольное оформление. Даже, наверное, телефон может стоять на торце, если поставить его. Нет, он все-таки перевешивает слишком небольшую поверхность. А нет, вот смотрите, я его поставил. Стоит, ребята, как у 12-го айфона. Стоит, как у 12-й айфона. Действительно, вот этот торец, он хоть и маленький, узенький, но можно поставить телефон. Вверху, соответственно, такой же торец. Немножко утопленный. Прикольный вообще. Первый раз такое вижу. Нет инфракрасного порта, зато есть микрофон. Справа кнопка включения и качелька громкости находятся. Сканер, как я понимаю, здесь находится прямо в экране, потому что ни сбоку, ни сзади сканера нет. Ну и слева сим-лоток. Какой сим-лоток? Сейчас мы это посмотрим. Сейчас мы это узнаем. Достаем сим-лоток и видим, что здесь сим-лоток тройной. 2 плюс 1, 2 сим-карты нано, плюс microSD флешка. Отлично! Один из самых лучших лотков. Все, включаем телефон. И пока он включается, я немножко здесь приберусь на столе и уберу все лишнее. Опа! Ребятушки, настроил. И вот как выглядит этот телефон во включенном состоянии спереди. Дырка в экране находится сбоку, слева. Подбородочек имеется. Все, конечно, при себе. Три сенсорных кнопки. И здесь стоит Realme UI версия 2. На самом деле она очень сильно похожа чисто визуально на Realme UI 1. Я сначала не понял, что это новая Realme UI. Но потом, когда залез уже в настройки о телефоне, здесь действительно написано, что это версия 2. Но она максимально похожа на первую. Я пока не заметил никаких отличий. Версия Android здесь 11, конечно. Телефон выпущен недавно, поэтому он должен работать на свежем Android. Оперативной памяти 6 ГБ. И внутренней памяти 128 ГБ. Плюс еще можно расширить с помощью флешки. Итак, проверка сканера. Сканер встроен прямо в экран. Давайте сейчас попробуем разблокировать телефон. Большая область. Разблокируется быстро и с приятной анимацией. Красивый раз. Такое загорается все сразу. Бам. Раз. И есть разблокировка по лицу. Раз. И все. При этом тоже прикольная анимация. Крутится как будто возле фронтальной камеры. Раз. Видите, кружочек закрутился. Прикольно. Выглядит и быстро. Главное, быстро-быстро работает. Это самое главное. А вот как выглядят новые обои у Realme UI 2.0. Смотрите, какие красивые, красочные обои. Но, но, но. Переходим сюда и уже начинаются обои с Realme. Первой версии с Realme UI. Вот это все уже новая версия. Мне нравятся вот эти оранжевые. Плюс еще есть живые обои. Появились. В общем, прикольно. Прикольно. Кстати, а сколько стоит сейчас этот телефон? А стоит он 20 990 рублей. Это версия 6128, как у меня. Есть цвет серебристый. Вот такой вот с типа с радугой. Да. И здесь большая, большой логотип Dare to Leap. И есть цвет такой темно-как бы серый. Который как раз таки у меня. Он называется Punk Black. Punk Black. И он такой, ну, более консервативный. У него уже нет такой полосы и надписи огромный Dare to Leap. Короче, цена 21к. 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 Во. Итак, по экрану. Здесь стандартное разрешение для такой ценовой категории. Это Full HD+. Не стали они какое-то супер высокое разрешение ставить. Ну и обычное HD+. Было бы слишком мало. Это AMOLED матрица. Хорошие углы обзора. Очень яркий. Насыщенный экран. И экран здесь 60 Гц. То есть не 90, не 120, как сейчас модно. А обычный. Обычные старые добрые 60 Гц. Есть режим затемнения. Темная тема. Есть светлая тема. Есть регулировка яркости автоматическая. Защита глаз. Автоповорот можно выключить, включить. Отрегулировать цветопередачу. Более холодную, более теплую поставить. Ну, у меня стоит по умолчанию. Поменять размер шрифта. Поставить чуть побольше. Ну, в общем, все эти настройки базовые здесь присутствуют. Но, конечно, конечно, 60 Гц. У многих конкурентов уже 90, 120. Здесь вот оставили 60 Гц. По железкам. Как я уже сказал, 6 Гб оператива. Этого вполне достаточно. Это нормально. У конкурентов, у того же Samsung Galaxy A52, у него всего 4 Гб идет. При этом он стоит 1000 на 7 дороже, чем этот телефон. То есть там всего 4 Гб. Здесь 6 оперативки LPDDR4X и 128 Гб внутренней памяти. Центральный процессор восьмиядерный. Два мощных ядра Cortex-A76. Шесть более энергоэффективных Cortex-A55. Делается он по 12 нанометрам. И это реальный игровой процессор. Реальный игровой, потому что здесь мощное видеоядро. Mali-G76, MC4, четырехъядерное. И он тянет все игрушки. Он тянет все игрушки. Но, единственное, этот процессор, конечно, не самый современный. Потому что 12 нанометров уже мало кто так делает. Уже все переходят на более современный техпроцесс. 7. А многие уже перешли даже на 5 нанометров. Здесь еще пока 12. Поэтому телефон ощутимо так нагревается. То есть если вы его прогоняете в каких-то бенчмарках, нагружаете. Особенно вот он у меня сейчас работает в режиме повышенной производительности. То нагрев чувствуется. Не критично, но все-таки чувствуется, что он такой тепленький, горяченький становится. Есть ли здесь модуль NFC? Да, ребята. NFC здесь есть. Они большие молодцы, что не играют с NFC. Они вот как сделали NFC, да, в этой линейке. И так каждый год новый телефон Realme 7, 8. Они тоже получают NFC. Все здесь как надо. Ну, а теперь, конечно же, Antutu. Начинаем тест. Ну, что ж. Неплохой результат. 352 тысячи баллов. И что у нас здесь по нагреву? Огреется телефон примерно до 39 градусов. Градусов, то есть примерно на 7 градусов. И батарея у нас упала на 4%. AndroBench здесь у нас вот такие результаты. 521 мегабайт на чтение и на запись 184. Geekbench 5. Вот такой результат в одноядерном режиме 529 баллов. В многоядерном 1689. Средний результат. Ну и тест на троттлинг. Здесь все отлично. 15 минут. Телефон прошел без особого троттлинга. Так, ну и вот мы смотрим, как идет PUBG. Ну и идет он просто шикарно. Вообще ничего не лагает. Суперплавный FPS. Причем у меня еще HD текстуры скачаны. То есть графика топовая. И в кого бы сейчас здесь проверить текстуры. Смотрите, какие хорошие. Дверь какая текстурированная. Ну, в общем, все ништяк. Игровой смартфон, игровой. Я сейчас играю особенно в этом. В производительном режиме. Его нужно включать в настройках аккумулятора. Режим работы аккумулятора. И там можно будет выбрать. Режим экономии, стандартный. И вот повышенной производительности. Так, что это я бегаю, бегаю. Ничего не могу найти. Во! Давайте возьмем вот такой пистолет лучше. Он мощнее. Desert Eagle. Мощнее должен быть. Здесь нечего взять. Ну, что-то никого нет. А вон, кстати, машина стоит. Можно до машины забежать. О, кто-то бегает. Опа! Где, видите? Что-то не вижу. А, вот он спрятался. А, и закончились патроны. Все забрал у него подчистую вообще. Просто подчистил его рюкзачок. Перезарядочкой. И вот здесь тоже возьмем перезарядочку сделаем. Аптечку можно взять. Лишней не будет. Патрончики. Броневичок. Бинты. Ну, еще кто есть? Смелый. Никого больше нет. Ну, а теперь по камерам. Окей, что же у нас там с камерами? Основная камера имеет разрешение 64 Мп, а апертура f1.8. Также здесь есть 8 Мп ширик, 2 Мп макро и 2 Мп портретный объектив. Стандартный набор для среднебюджетного смартфона. Одна суперкрутая камера, остальные такие простенькие. Фронтальная камера здесь одна на 16 Мп. Давайте посмотрим по видео. Что у нас по видео? Задняя камера умеет снимать видео в форматах Full HD 4K 30 кадров в секунду, либо Full HD 60 кадров в секунду. Нормально. Неплохо. Фронталка умеет снимать видео в Full HD, либо HD 30 кадров в секунду. Максимальный зум. Максимальный зум здесь 10х. Это цифровой зум, не оптический. Есть искусственный интеллект, режим искусственного интеллекта. Есть несколько фильтров, предустановленных сразу в камеру. Можно их применить. Есть портретный режим, режим 64 Мп. Также ночной режим, что тоже хорошо. Также можно поменять соотношение сторон фото. Например, сделать не 4 к 3, а немножко другое. Фото. Кстати, почему-то в обычном режиме фото. Вот, вот, вот. Full 16 к 9, либо 1 к 1. Это квадратное фото получится. Дальше еще. Из режимов еще. Что тут? Двух. А, двухоконный режим. Можно снимать видосы и на фронталку, и на заднюю камеру одновременно. Это удобно, когда ты хочешь показать свою реакцию и то, на что ты реагируешь. Например, какой-то влог снимаешь и снимаешь сразу с двух камер. Прикольная тема. Дальше. Что еще здесь есть? Ускоренная съемка. Астрономический режим. Это, видимо, для фотографий звезд. Сканирование текста. Ультрамакро. Фотомакро. Ну, тут макрообъектив 2 Мп, поэтому фотки получаются не очень детализированные, но все равно лучше, чем без макро. Вообще. Потому что на обычный объектив он вообще так не сфокусируется. Ну, в общем, как-то так. Вообще, достаточно такая интересная, интересный набор камер. Делаю сейчас фото на фронталку. У меня сейчас все выключено, все украшалки. И смотрим на детализацию. 16 Мп. Очень детализированная, очень резкая фотография получилась. Мне такие фотки нравятся. По шумам шумов практически незаметно. То есть, очень хорошо он работает с шумодавом. И брови четко отрисованы. Смотрите, каждая бровинка. Да. Но немножко затемнены глаза. То есть, у меня полностью черный глаз. Нету полутонов. Нету полутонов. Все полностью темное. Немножко темнит глаза. А так, в целом, очень-очень неплохая детализированная фотография получилась. Без шумов. Яркая, насыщенная. Неплохо. Теперь давайте попробуем сделать фото на 64 Мп. На заднюю камеру. Включаю режим 64. И посмотрим, как он справляется с мелким, при мелким текстом на коробке. В самом высоком разрешении. 64 Мп. Фокусируюсь на коробке. Делаю фото. Фото сделано. И теперь давайте попробуем сделать фото в обычном режиме. В 16 Мп. Поглядеть, есть ли разница вообще какая-то. Так, вот. Первая фотка 64. И здесь мы видим, что да, нижний текст читаем. Но, 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 какие-то есть небольшие вкрапления, как будто смазанные. Вот здесь, например, вот здесь. Странно. Почему так? Потому что вот здесь более-менее читаем, а вот здесь как-то уже размыто. Но в целом я могу прочитать все. То есть, вот смартфона содержится, Important Guide бытовым обходом. Это 64 Мп. Теперь 16. Да и, в принципе, в 16 тоже в целом можно все прочитать. То есть, серьезной разницы прям радикальной по детализации нет. Единственное, что в 16 Мп, когда делаешь фотку, он не дает ее сильно приблизить. Вот максимум. А если ты делаешь 64, то тут уже приближение гораздо сильнее, возможно. Вот. Видите, насколько сильно можно фотографию приблизить. Такое чувство, что да, действительно, здесь просто сделали чуть больше приближения и все. По сведениям, 20 Мб весит фотка в 64 Мб и 2 Мб, почти в 10 раз меньше, весит фотка в 16 Мб. Вот. А разницы по качеству серьезной, прям радикальной нет. Портретная съемка. Сейчас я попробую сделать портретную фотку на заднюю камеру. Украшение лица мы тоже убираем. Все. Улучшение и 0%. И теперь смотрим, что получилось. Вот такая вот портретная фотография. Сейчас не очень хорошее освещение, поэтому детализация не самая лучшая. Но в целом портретная фотка. Я не вижу здесь размытия. Почему-то он как-то не сильно размыл. Хотя это портрет. Режим портрет. Интересно, почему так? Итак, ребята, а вот с ночным режимом какая-то небольшая беда. Посмотрите, что получается. Фотки получаются с каким-то розовым подсветом, свечением по бокам. То есть вот здесь по краям. Я такое вижу первый раз. Это какие-то шумы непонятные. Почему они розовые? Может быть, это как-то исправится с прошивкой. Но пока в ночном режиме телефон фотоет плохо. Это реально плохо. Вот это что такое? И это причем все. Я несколько фоток сделаю. Думаю, может, на одной фотке такая проблема. Но нет, это просто на всех фотках в ночном режиме. Давайте сейчас прям здесь попробуем сделать. Будет ли? Нет. Нет, ну здесь, конечно, не будет, потому что здесь светло. А если будет темно, например, вот так сейчас попробую камеру закрыть. Будет сейчас, нет? Нет, скорее всего, тоже он сейчас попробует. Ну нет, тоже не видно. Ну вот ночью прямо такая вот фиолетовая фигня получается. По звуку! Да, что могу сказать по звуку. Хоть и один динамик, но звучит неплохо и очень громко, как для одного динамика. Ну и аккумчик 5000 мА. Неплохая емкость. В принципе, ее достаточно, чтобы 2-1,5 дня проходить с телефоном без проблем. Есть режим энергосбережения. Ну и, конечно, супер энергосбережения. В общем, что можно сказать про Realme 8? Что мне здесь понравилось? Конечно же, экран. Экран классный, супер AMOLED, красочный. Также мне понравился сканер. Сканер здесь работает быстро, в отличие от многих других телефонов средней бюджетной категории. Сканер здесь реально флагманский. Также мне понравился внешний вид сзади. Спереди могли бы сделать немножко поменьше этот подбородок. Но вот, к сожалению, не сделали. Сзади он выглядит реально прикольно. Мне нравится. Внешний вид, да, он такой незатейливый, но смотрится дорого и солидно. Дорого и солидно. Неплохой звук из динамика, громкий. Хорошая комплектация, быстрая зарядка, пленка на экране, чехол тонированный. Потом что еще? Сим-лоток классный, 2 плюс 1, тоже удобно. Нормальный процессор, игровой, набирает больше 300 тысяч баллов в Antutu. Вообще not bad. Вообще not bad. Камеры среднего уровня. Камеры среднего уровня, особенно вот ночной режим, я думаю, возможно, с прошивками исправят. Потому что, ну, это что-то не... Это что-то косяк какой-то в прошивке явно. Потому что на прошлых телефонов такого не было. Не может же быть, что на этом будет это всегда. То есть, ну, вот такой вот телефон получился. Новиночка за 20 990 рублей, версия 6.128. На этом я с вами буду прощаться. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи и всем до скорых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok